Благодаря им мы знаем, как выглядят предметы, различаем цвета, да и вообще живем полноценной жизнью. При проблемах с ними жизнь действительно теряет всякие краски. Меня зовут София Иценко и сегодня ближе к телу. Глаза. Откуда берутся проблемы со зрением и какие заболевания могут привести к слепоте? Можно ли полностью восстановить зрение операции и что приводит к опущению век? Чем опасна глаукома и почему так важно вовремя начинать носить очки? Об этом и многом другом смотрите в выпуске. Глаза для человека – это не только зеркало души, но и сложнейшие оптические приборы. Потерять зрение значит навсегда лишиться способности видеть окружающий мир. Но вероятность вечной темноты вместо яркой картинки пугает обычно тех, у кого уже есть проблемы со зрением. Мало кто задумывается о потере зрения, когда глаза еще не начали утрачивать свои исходные функции. А ведь ухудшиться состояние глаз может в любой момент. Даже, казалось бы, распространенная близорукость при запущенном лечении может привести к слепоте. Чтобы понять, как работает орган зрения и из-за чего он может пострадать, посмотрим на его строение. Несмотря на то, что относительно других органов глаз достаточно маленький по своему размеру, строение у него сложное. Он состоит из зрачка, роговицы, хрусталика, сетчатки, сосудистой и радужной оболочек, связок, зрительной мышцы, нерва и артерии. Повреждение лишь одной составляющей этого органа чувств может грозить серьезными последствиями. У Алены проблемы со зрением появились еще в начальной школе. Уже во втором классе ей поставили диагноз «миопия второй степени», что означает близорукость, или по-другому нечеткая картинка вдали. Спустя год начало резко падать зрение. Ее показатели сместились с минус 0,75 до минус 4. Врачи предложили сделать склеропластику. Первую операцию провели, когда девушка училась в четвертом классе, а вторую через год. Эта операция не на улучшение, а то есть зрение остановить, чтобы оно сильно таких резких скачков больше не было. Ну, уже вот в пятом классе мне сделали, сейчас у меня минус 5,5. Ну, то есть это считается нормально, ну, вот уже лет 5 так держится, больше не падает. Вот зрение, в принципе, не мешает. Ну, привыкла, что в линзах комфортно, никогда не бывает дискомфортно. Ну, если без линз, то ничего не увижу. Операции, которые бы полностью вернули идеальное зрение при миопии, действительно пока не существует. Несмотря на то, что сейчас век технологий и медицина не стоит на месте, однако есть определенные процессы, которые можно лишь приостановить. Близорукость – это всякий раз проблема, которая связана с увеличением глаза в размерах. То есть глаз, он увеличивается в свой объем, изменяется передний-задний отрезок, и фокусировка нашей оптической части уже не достает до сетчатки, и в результате возникает близорукость. Но никакая неведомая сила не может уменьшить обратно глазик в размерах, и мы сталкиваемся с тем, что мы можем остановить близорукость на том моменте, когда мы ее выявили, но обратно ее убрать уже никак невозможно. В последние годы близорукость значительно помолодела. Дети с самого раннего возраста начинают пользоваться цифровой техникой, которая негативно отражается на зрении. Но существуют и другие причины ухудшения работы глаз. Климат тоже серьезно влияет на состояние глазной поверхности. Мы живем с вами в таком достаточно засушливом степном регионе, где у нас очень сухой воздух. Сухой воздух на улице, сухой воздух в помещениях, в которых мы находимся. Особенно в период межсезонья и зимы, когда у нас активно работают обогревательные приборы. Все это ведет к тому, что сохнет не только кожа, но сохнут наши слизистые, сохнет поверхность глаза. По проблемам со зрением, может быть, на самом деле кроются не в глазе, а именно в нервной системе. Как иногда у нас болит ухо, это не значит, что болит ухо. Болит сердце, это не значит, что болит сердце. Оказывается, что тут нужен невролог. Кстати, по части неврологии проблем со зрением и правда ничуть не меньше, чем со стороны офтальмологии. Глазные нервы напрямую связаны со всей нервной системой организма человека. В таком случае зрение можно восстановить, достаточно вовремя обследоваться, чтобы выявить причину. Если бывает асимметричное расширение зрачка, это все, что больше 4 мм, медряс называется. Это происходит при патологии глазодвигательного нерва. А когда это может быть? Это может быть при рассеянном склерозе, сосудистых заболеваниях головного мозга, опухолях. Все, что угодно, может привести к этому. Или, например, отравление какими-то веществами психоактивными, например, кокаин и так далее, другие психоактивные вещества. Страдают наши глаза и из-за гаджетов. В них мы проводим очень много времени. А люди, работающие за компьютером, и вовсе находятся в особой группе риска. Но специалисты говорят, что снизить риск возникновения проблем со зрением можно. Для этого всего лишь нужно каждые 40 минут отдыхать и смотреть вдаль. Офтальмологи советуют как можно чаще устраивать глазам отдых, делать зарядку или просто посидеть какое-то время с закрытыми глазами. Мы все-таки по природе, по естеству природы должны смотреть вдаль и лишь только изреки смотреть вблизь. Но наша жизнь современная, она заставляет нас иначе подходить к своему организму и требовать невыполнимых условий. Анна тоже подружилась с очками еще в детстве. Во втором классе у нее выявили близорукость. Однако, несмотря на это, девушка чувствовала себя неплохо. Да и прогрессии сильно не было. Шесть лет назад обнаружилась еще одна проблема, которая беспокоит девушку куда больше. Я проходила лечение от вирусного конъюнктивита. Конъюнктивит вылечили, а боль в глазах осталась. Таким образом, врач настояла на измерении внутриглазного давления, оно было повышенное. Тогда она поставила уже мне диагноз под вопросом. Периодически я к ней ездила, чтобы смирять внутриглазное давление, оно всегда было повышенное. Но для того, чтобы поставить диагноз окончательно, то есть нужно было пройти дополнительное обследование. Такие, как на толщину роговицы, чтобы исключить нормальность повышенного давления. После всех манипуляций мне уже поставили глаукому без вопроса. А не повезло. Болезнь обнаружили вовремя и сразу же начали лечение. Однако не все узнают о таком диагнозе на начальных стадиях. А ведь запущенная глаукома действительно опасна. Глаукома также не выявлены. Она способна привести к полной слепоте. Если не вовремя сделать операцию или не вовремя назначить компенсирующее лечение капельки, режим капель, которые способны снизить давление и уменьшить страдания зрительного нерва. Если этого ничего не делать, то тогда в 100% случаев глаукома приведет к слепоте. В заболевании глаз действительно невероятное множество. И многие из них, следствие болезней, казалось бы, никак не связаны с глазами. Миоз встречается при поздних стадиях нейросифилиса. Так называемые глаза проститутки, узкие зрачки. Когда реакция зрачков на свет нет, а реакция зрачков на аккомодацию, на конвергенцию есть. На самом деле сейчас мы встречаемся с поздними стадиями нейросифилиса. Когда пациенты в молодом возрасте заразились, не лечили, а теперь уже сифилис дает осложнение на нервную систему. Лагофтальм, несмыкание глазной щели. То есть когда пациент при мигательных движениях не происходит соприкосновение верхнего и нижнего века, остается незащищенная поверхность глаза. И тут существует уже риск воспалительных дегенеративных изменений непосредственно самого глазного яблока. Также проблемы со зрением могут возникать при более распространенных недугах, например, головной боли. Один пациент рассказывал, я испытываю радужную молнию, которая бесконечно перемещается в наружном поле зрения. Это вот характерно для мигрени. На самом деле это очень частое заболевание, так сказать, среди населения всего мира. Существуют и генетические предрасположенности, которые приводят к серьезным последствиям. Одно из таких заболеваний – кератоконус, когда вследствие генетической поломки истончается и прогибается пластина в слоях роговицы. Возникает нарушение геометрии роговицы. То есть внутриглазное давление где-то выпячивает в большей степени, скажем так, прогибает геометрию роговицы. Она нарушается и возникает каплевидная форма. С таким заболеванием людям необходимы специальные сложные линзы, которые идеально ложатся на форму конуса и могут продлить зрительную функцию глаза. В любом случае даже подобные недуги корректировать можно. Болезни глаз, как и многие другие, с каждым годом лишь молодеют, а значит и внимания им нужно уделять гораздо больше. Чтобы жить полноценной жизнью, нужно беречь свои глаза с молоду. По возможности проводить меньше времени перед экранами своих смартфонов, телевизоров и компьютеров. Ну и конечно же вовремя обращаться к офтальмологу. Ну а меня зовут София Ценко и сегодня ближе к телу были здоровые глаза. Вернуть ясный взгляд, сохранить здоровье и посмотреть на мир по-новому. Центр коррекции зрения линзочки предлагает целый ряд офтальмологических услуг. Комплексная диагностика и квалифицированная помощь специалистов высокого уровня помогут найти решение даже самых сложных проблем. Обследование проводится на современном оборудовании. Также в центре есть своя оптическая лаборатория, что позволяет быстро и качественно изготовить очки по вашему рецепту. Широкий выбор очковых и контактных линз, солнцезащитных очков, а также оправ на любой вкус и цвет. Специалисты центра помогут не только в выборе нового аксессуара, но и приведут в порядок старый. Вы можете воспользоваться услугой ультразвуковой чистки и ремонта очков. Низкие цены, гибкая система скидок и программа лояльности позволят решить проблему любому клиенту. Центр коррекции зрения линзочки с заботой о ваших глазах. Субтитры создавал DimaTorzok